Всем привет, с вами Итан, и сейчас на моем канале мы начнем проходить Resident Evil HD Remastered. Это переиздание эксклюзивного Resident, ну, как бы ремейка-ремейка, который в свою очередь вышел только на GameCube, давным-давным-давно. Игра была крайне тепло воспринята фанатами, потому что это, ну, по сути, первый Resident, который еще на PlayStation вышел, но уже с графическими доработками. Ну, вот здесь версию еще более улучшили, и уже выходит она на всех платформах. Спустя аж 13 лет, черт побери, ну, 12, но не суть. Ну что ж, давайте начинать, постараюсь я вам переводить, потому что пока что нету перевода в наличии, но обещают фанатский, скоро все будет. Пока что так, давайте начинать. Выбрал я Джилл Валентайн, причем есть возможность выбрать и более обновленный, то есть тут можно и скины менять персонажа, что очень прикольно. Итак, июль 1998 года, Forest Raccoon City, ну, лес. Отряд Альфа облетает лес с северо-запада Raccoon City в поисках отряда Брауа, который растворился в ходе совместной операции. Ну, пропал и сейчас. Так, между прочим, некоторое время назад город был встревожен серией убийств, которое было совершено группой человек. Значит, впоследствии жертвы были съедены, и там, ну, было сказано, что его пострадали семи туристов. Так, отряд Брауа был отправлен на, значит, разведку, но вскоре, вот они обнаружили, что потерпел крушение. Спавшийся Кевин был убит. Мы продолжили наши поиски других членов и отправились, ну, или попали в кошмар. Иосиф Ф. Эти камеры такая уже, как вот Google Glass сейчас. Уже в то время было. У специалистов отряда Stars. Показалось. Уф, уф, собачка из Call of Duty прям. Да. Кидр, погладь меня. Кидр, кидр. А-а-а. Все, не, хана ему. Этому Иосифу. Что-то даже никто ему на помощь не двинулся, блин. Просто чувака порвали, как тряпку там. Собаки поскервили. Коще, что Джилл вообще просто не профессионал ни разу. И вообще, первое ее задание, она просто охренела увидеть такое. Вот. Ну, в общем, суть такова, что вот... Кстати, вертолетчик свалил у них тоже. Типа, какого хера ты нас бросил? Ну, в общем, получается, что Джилл, Крис, Вескер и еще один чел, вот этот вот, они, спасаясь от этих церберов, укрылись в особняке. Собственно говоря, в нем и начнется наша игра. Вот, и там уже, конечно, полная жуть будет. Ну, не в том плане, что жуть, а такой нагнетающий хоррор. То есть, вы сейчас, я думаю, тоже оцените. Если я не буду хихиха-ха делать. Осталось только три члена отряда Старс. Капитан Вескер, Барри и я. И мы не знаем, куда делся Крис. Что это за место? Не совсем обычный дом, это точно. Эй, Вескер, где Крис? Джилл, нет. Не выходи наружу. Но мы должны найти... Что это? Крис? Нет. Джилл, иди расследуй. Я пойду с ней. Ну вот. Вескер остается здесь, в холле. Этого гигантского особняка, у которого очень много тайн. Ну, об этом мы, конечно, впереди узнаем. А мы отправляемся с Барри на поиски Криса. Барри на поиски Криса. Столовая. Итак, наконец-то нам дают поуправлять. Смотрите, как... Показалось, что ли? Да, смотрите, как трясутся булочки. Да, вот поэтому я взял Джилла, а не Криса. Так, какая-то хрень, но мы ее тоже возьмем. Вот машинка для сохранений. Вообще, нам нужно сейчас искать Криса, поэтому субавремени терять не будем. Тут очень много таких предметов интерактивных. То есть, можно посмотреть часы. Вот, они, кстати, с каким-то секретом. Типа там... Когда там стрелочка совпадет, что-то типа того, откроется путь к твоей судьбе. Как-то так загадочно. Картина двух рыцарей протыкающих, ну, атакующих друг друга. Так, один в голову, другой в бочину. Тут про мечи здесь имеется в виду. Ну, смотрите, настолько графончик приятный, что прям... Супер. Посмотри на это. Это кровь. Посмотри, может быть, ты найдешь какие-то еще следы, улики. Надеюсь, это не Крис. Так. Даже не знаю, куда идти. Ладно, пойдемте. Вот здесь вот дверца есть. Пойдемте сюда. Кроме Resident Evil Revelations, я, пожалуй, больше ничего не смог освоить, честно говоря. Немножко играл в Resident Evil 4. Практически прошел Resident Evil 5. Ну, и как-то вот так вот. Так, стоп, там уже пропустили одну дверь, между прочим. Возможно, она и есть, ключ. Нет, закрытся с другой стороны. Окей. Кстати, что я туплю? У нас есть карта. У-у-у, смотри. То есть, мы зашли сюда, через вот синенькое. Тут показано, где у нас находится машинка для записи. Все, направимся сейчас в то вот крыло. Эта дверь тоже, по-моему, по карте закрыта, если так смотреть. Так, еще раз глянем. То есть, мы проходим, и здесь все обновляется. Мы, как бы, понимаем общую картину. Блин, для чего неудобно управление, приходится менять периодические кнопки. Тоже закрыта, эмблема меча требуется. Я так понимаю. Ну, да ладно. У нас есть еще один момент, куда мы можем сходить. Там тоже был проход, по-моему, в другой части коридора. Поэтому туда и направимся. Нет, просто красотка. Опа. Вот он, ходячий наш. Наконец-таки. Я уж думал, их в этом доме нет. Кровушки попил. Охренеть. Там прям чувак был живой практически. Еще несколько секунд назад и... Ох ты, бля. Какой он резкий. Я даже не успел выстрелить в него. Ублюдок. Нет, надо бежать. Что-то он какой-то неубиваемый. Нахрен. Ножи меня покусал. Кстати, у нас патронов, по-моему, 15 штук всего было. Так что не буду я их сейчас тратить. Что это? Смотри, это монстр! Барри, этот хрен пытался меня изнасиловать. Я позабочусь о тебе. На самом деле, зомби не мог бы, наверное, изнасиловать Джилл, потому что у нее там все сгнило уже. И плоть как бы такая вялая. Ладно, давайте доложим это Вескеру. Вот что хотел сказать Джилл. Все, погнали. Барри, не покидай меня. Пожалуйста. Что-то стремно было. Вот сейчас вот. А где же Вескер? Вескер-то нет. Чертов сукин сын. Ты уже третий, кто от нас убежал. Сначала был вертолетчик, потом был Крис, теперь Вескер. Ну, типа... Что он там сказал? Посмотри в холле. Так, лучше закончить поиски в... В холле сначал. Ладно, давайте тогда сейчас в двери не будем тыкаться. Стоп. Ай, ладно. Я думаю, что она закрыта, скорее всего. Барри. Какая удача, Джилла? Нет, ничего. Что происходит здесь? Я не могу понять. В общем, ничего не нашла. Что здесь происходит? Типа, я не могу разобраться. Я тоже. Крис, теперь Вескер. Так, в общем, он, типа, предлагает нам разделиться, и он пойдет, типа, в столовую, и я там пойду в другую дверь какую-то, и... Типа, поместить настолько гигантское, что мы можем потеряться, поэтому еще, типа, встречаемся в холле. Вот. И он дает нам еще отмычку. Вот так вот. Конечно же, мы ее примем. Окей. Да. Отмычкой мы, наверное, что-то сможем скрывать. Какие-то двери. Кроме тех, которые закрыты. Ну, давайте вот, наверное, сейчас первым делом... Да, да, вот сюда. Спустимся, посмотрим вот эту дверь. Охренеть. Я даже туда идти не хочу. Там что-то страшное находится. Так, а здесь... Эмблема... Может, три эмблемы нам, типа, требуются. Так, кстати... Ну, ладно. У меня есть догадки некоторые по этому поводу. Так, мне показалось, или в кувшине что-то находится? Да, там реально что-то находится. Тоже эмблема меча, да. Стоп. Стопэ, стопэ. Ммм. О, все. Найс. Вот так вот надо ее отодвинуть. Шкафчик, комод. Мы сейчас, скорее всего, получим ту вещь, которая в кувшине находится. Так. Блин, почему Джилл не залазит? На комод? Или это так... Или это так трудно сделать? А, все. Просто неправильно нажимал. Карта поместья. Вот, супер. Просто супер. Так. Нам будет гораздо проще, на самом деле. Найс, друзья. Поздравляю вас. У нас теперь есть карта. Ну, хоть... Хоть не обосремся. Что уж там. Скрывать. Давайте тогда обследуем это место. Так, что-то я в тупик уперся. Так, это у нас кинжал. Понятно, для чего это. Это, типа, для защиты. Вот сейчас как раз испытаем. Типа, в случае неожиданных ситуаций. Какой-то гигантский зомби. Если вот по ракурсу посмотреть, просто нереально. Ублюдок. Я его убил, надеюсь? У меня аж патронов нет ни хрена. Ну, ладно. Так, я его не убил. План Б. План Б. План Б. План Б. Вообще, тут зомби нельзя убивать на первом этапе игры. Вот насколько мне тут ружбан рассказывал. Говорит, типа, пока не получишь либо хорошее оружие, либо, ну, на крайнях тебе надо найти керосинку. Чуть-то типа того он сказал. Типа, можно будет их сжигать. И впоследствии они будут, в общем, мутировать в более, типа, серьезные виды. Если ты вот убил просто зомби, то потом на этом месте может тварь еще та появиться. Так. Кстати, здесь дверь входная. Она тоже открыта. Твою ж мать! Я же не знал, что такое дерьмо будет. Стоп, дайте мне посмотреть нафиг по статусу, что он мне там... Не, нормально все, со здоровьем. Что-то не особо меня потрепали. Неужели Джилл сейчас не скажет, типа, что за... Ладно, ну его нафиг еще открою разок. Ничего хорошего не выйдет. Так, смотрим по карте, друзья. Куда мы можем направиться с вами? У нас есть коридор, в общем, в столовой. А, тут дверь я смотрел. Наверх мы еще не поднимались. Ну, возможно, здесь наша карта уже... Да, она не поможет. Эта дверь тоже открывается, но пока я туда не хочу, потому что до конца и особняк. Особняк я вот этот вот не осмотрел, поэтому... Сейчас тут посмотрим. Обследуем. Вот тоже, смотрите, статуя. И в руке она что-то держит. Ходячий. Пошел нафиг. Оздевает. Тоже кинжальчик возьмем. Так, что у нас по карте? Неужели все... From other side. Эмблему меча. Так, а он что, за мной пошел? Я догадываюсь, что надо сделать со статы. Мы просто... Сейчас скинем и будем отсюда... Стоп, стоп, стоп. Блин, давай, Джилл, не тупи. Блин, не тупи. Вот, мы сейчас будем обратно отсюда убираться, пока нас не сожрали. Лишний раз этих трогать не будем. Какой-то там бриллиант, камень. Ну, в четвертом резиденте и во всех остальных это как бы были доллары наши. Мы могли экипировку там улучшать, но здесь такого нет. Это я сто процентов знаю. Это однозначно. Такс. Так, так, так. А, ну все, возвращаемся в Диннинг Рум. В гостиную. Не забываем, что у нас здесь есть еще одна дверь, которая куда-то хрен знает куда ведет. Но мы пока еще тут не полазили до конца. Так, сохраняться пока не буду. Сделаю это как-нибудь попозже. Так, геймстоун. Отлично. Так, нашего чела здесь нет. Только кровь на полу. Ну, Барри я имею в виду. Сейчас пойдем сюда. Тут еще есть парочка дверей, которые... Вот тут интересно, отмычками мы что-то можем открыть? Или нет? Ебать, меня просто сейчас перетрясло. Вот он тупой. Так, а здесь вот того, которого загрызли. Товарищ Кеннет. Он что, держит в руках? Пленочка. Так, нам было написано, что, типа, про рекордер. Что, типа, мы не можем ее... Ну, в общем, не можем мы ее посмотреть, этот фильм. Поэтому я еще... Так, стоп, стоп... Кровь, кровь на стене. Опа. Боеприпасы тоже пригодятся нам. Берем, не стесняемся. Я даже, пожалуй... Так, комбайн. Комбайн, перезарядим. И мышку я уберу. Клетка. Смотрите, отражение классное. Там сидел... Там сидит мертвый ворон. И трупешник. Так, единственное, что полезное здесь я вижу, это... Вот эти вот... Необходимые нам травки. Для того, чтобы лечиться. Это я еще... С третьего резидента. Вообще, первые игры, вот, капкомовские, в которые я играл, это был... Алан Вейк. Там просто жесть, было очень страшно. И, конечно же, Resident Evil 3. Потому что... Все в клубах прям... Фанатели от этих игр. И, там, в основном... Ну, были уже, конечно, кто страшаки. Они уже их спидранили. Если на современный лад говорить. Скажем так. Вот, они их просто... Как орешки, там, проходили. Что-то... Одинокризис, там, в таком духе. Вот. Но для меня это прям, как говорится... Не... Непознанные жемчужины. Так вот, говорят обычно. Вот, еще, кстати, куча хербов. Тоже возьмем. Блин, или нет. У нас места в интернаторе чертовски мало. Не будем мы пока что ничего брать. Так. Толстячок. Так, здесь закрыто, забито. Блин. Я его убил? Да, он умер. Кстати, не надо было мне это делать, наверное. Но, ладно уж. Так, что-то важное. Это стрела. Golden Arrow. Так, ну... Так, мы можем обстрелять предметы. Так, ну давайте сейчас попробуем это сделать. У нас... Наконечник. Из чистого изумруда. Окей. Окей. Так, и еще возьмем... Обойму. Тоже, что нам пригодится. Что уж там говорить... Так... Стоп. Давайте дверь проверим. Закрыто. И здесь. Тоже картинка ничего... Ни о чем нам не говорит. Опять мы вернулись в комнату над столовой, где у нас ходит мертвичина. И сейчас, в принципе, наверное, я серию завершу, потому что надо бы понять, куда дальше двигаться. По-моему, осталась у нас только вот эта вот дверь. Сейчас еще по карте глянем. И еще одну дверь мы пропустили, между прочим. В том коридоре, который был. Ну ладно, друзья. Это уже все будет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх. Напишите в комментариях о том, возможно, как вы познакомились с серией Resident Evil. И на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok